Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать технически? Здесь тебе поможет сервис Best Donat. Все сделают качественно, быстро и надежно. Бомбовые цены как для своих. Дешевле не найти. Оу май! Здесь ты можешь приобрести вип пропуск, путь доблести и абсолютно любую акцию, которая появляется в игре. И вообще любой набор кристаллов, который представлен в официальном магазине игры. У сервиса уже есть огромное количество довольных клиентов, которые покупают акции и кристаллы без сумасшедших накруток, а по самым что ни на есть доступным ценам. По всем интересующим тебя вопросам пиши. Телеграмм Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! Начался ивент Охотники на монстров и давайте немного попризываем. Скрутим какие есть монеты и сделаем еще один их здесь. Ну и получится у нас сколько? Х-28. Нормально. Также, ребят, сюда добавили два новых героя. Давайте посмотрим, что это за герои. Стоит ли их вообще ловить. Также посмотрим, каких рекомендованных сюда добавили. Ну и в целом на призыв. Насколько выгодно здесь призывать. Потому что в прошлый раз, помимо рекомендованных героев, сюда добавили, откровенно скажем, старых героев, которые в принципе сейчас особо и не играют. Ну давайте все по порядку и начнем вот с этих новых героев. Адолинда синяя пятерка, скорость маны средняя. Ладно. Наносит 395 урона цели ближайшим врагам. И 395 это реально очень мощно. То есть у синих Тетис была, ну с быстрой маны, она 300 наносила, ну плюс доп урон. И также и Фрида, там 290 по троим. То есть, ну вот это реально очень мощный урон. Призывает костяную ловушку. Паразит атакует 45%, это понятно. Поглощает 35% от максимального здоровья. 35 паразит, и в принципе это тоже нормально. Цели ближайшие враги получают минус 56 защиты на 4 ухода. Со средней маной 56% это тоже очень много. В целом герой реально, ну прям очень мощный. Она на бете когда была, но она реально была не такая мощная. То есть в релиз вышел это очень достойный герой. Также семья у них, когда 2 героя плюс 5 атаки, ну это нормально. Также может повесить вот эту метку, где цель получается 150 урона. Тоже мы в прошлый раз разбирали, тоже в принципе нормально. И вот это на 10% шанс небольшой, но она может снизить прямой урон, да, с ульты до единички, как Чьер. Но это тоже круто, это в каких-то моментах. Она будет конечно редко срабатывать, но в принципе в бою это тоже может зарешать. В целом герой очень мощный, ее можно смело качать, ну и в ударную тройку. На очень быстрых воинах, да и в обычных режимах она будет прям просто отлично заходить. Дальше Хаторн. Скорость маны средней. Все союзники восстанавливают 672 увеличенного здоровья в течение 4 ходов. Увеличенное здоровье может уйти в ОВХП. 672 это в принципе хил нормальный, но он будет на 4 хода, да, растянут. И в принципе какой-нибудь диспейл он может просто снять. Все союзники получают умеренное количество маны в течение 4 ходов, а это уже реально пушка. Те герои, которые из ниоткуда докидывают ману каждый ход, они реально работают. У Токсикандры это есть, хоть она из быстрой маны, но это реально, знаете, немного не хватает, хоп, они дозарядились. То есть в бою это реально, ну замечаешь. И все союзники отражают недуги на протяжении 4 ходов. Это тоже отлично. Недуги, получается, это и срез брони, и дот-урон. Ну, скорее всего так. То есть, получается, сейчас герои 5 сезона, они там все либо атаку срезают, либо дот-урон песком могут повесить. То есть, получается, если вы им успеете ультануть, то все это будет просто перебрасываться на врагов. Но тут, говорю, важно понять, ну, узнать механику, как это будет работать. Возможно, что если даже они повесят, например, на 3 хода, да, дот-урон песком, и если он на второй ход ультанет, то со следующего хода также будет перебрасываться. То есть, Элрадир, например, который ГМ зеленый, ну, он может начать перебрасывать даже, когда уже дот-урон висит на героях, да. Ну, найдем его в фуловом, затестим, и там уже определимся, насколько этот герой будет полезен. По предварительным оценкам, в принципе, герой неплохой, его можно смело качать. В целом, добавили они двух неплохих героев, но конкретно интересных, которые такие по ожиданиям имбалансных, они почему-то не добавляют. Например, вот этот герой со средней маной, она будет вешать миньонов, которые срезают ману, и эти миньоны будут вешаться на всех героев. То есть, ну, это реально пушка. Ну, а самых интересных героев они, как всегда, оставляют на потом. Так же здесь делали, в принципе, отличный рекомендованный герой, например, Эвелин, это цветной бронерез с быстрой маной. Отлично заходит в ударную тройку, но сейчас есть герой, месяц, да, вот эта Грейс, она, в принципе, в какой-то степени ее может заменить. То есть, если вы уже выловили Грейс, то, в принципе, вкладываться в Эвелин, ну, можно и не вкладываться, так можно сказать. То есть, если, конечно, у вас неограничены кристаллы, то ее, конечно, лучше можно выловить, потому что она срезает именно цветной, срез брони делает, и там уже будет урон наноситься больше и от камней, и от ульты, в общем, от всего. Отличные герои, если выпало, можно смело качать. Так же и Фрида, так же цветной бронерез, но она уже со средней маной. Так же диспеллит, по-троим нормальный, в принципе, урон наносит. Ну, тоже в ударную тройку будет герой отлично заходить. В общем, ребята, немного героев добавляют, которые играют в ударных тройках. Например, в обмене душ добавили, где можно было, да, Квинель взять. Потом герой Мейса, Грейс, также вот эти цветные бронерезы. Ну, это, скорее всего, свидетельство о том, что ударные тройки понемногу будут уходить, да, с меты. Потому что в оборонах будут стоять герои, которые с миньонами, например, как сейчас, да, вот Война Трех Королевств. То есть, когда выйдет сюда, вот, в Охотниках на монстров, тот герой, который миньонов призывает, который ману срезает, ну, это вообще там жесть будет. Так что, ребят, сильно я бы сейчас бы не вкладывался в эти ударные тройки, потому что, ну, сейчас их выловят, да, ну, и, блин, они просто станут, скажем, менее актуальны, потому что, если даже хоть один миньон висит, уже ударной тройкой тяжело вынести героев. Также здесь есть Король Артур со средней маной. Он также цветной бронерез, но по одной цели. Сейчас Шотер особо не играет. Он у меня есть, на 3.70 лежит, как когда-то выпал. В общем, если нету Фриды, да, ну, на 3.70 скачайте, и просто на Титана, и брать его, и все. Больше применений у него нету никаких. Также Исроуд со средней маной. 260 по троима, это немного, но, в принципе, отлично вот это следующий его навык. То, что контр-атакую, да, и мана набрасывается. Но вышел Абакан со вторым костюмом, с быстрой маной, и, в принципе, с таким же навыком. В общем, ну, в принципе, герой неплохой, но тоже, как бы, прокачать можно, но нужно смотреть по вашим героям. В целом, сюда добавили, ребят, остальных героев, ну, то, также старые герои, но они не будут играть, то есть, ну, толку их качать. Не знаю. И призыв сделали, ну, достаточно дорогой, то есть, 3.400 за x10, и плюс в сундуках еще. В прошлый раз выпадали эти, как, инструктора и вот эти коробки с едой. Ну, это неплохо, но это явно не предметы. Так что, ребят, особого смысла сюда нету сейчас вкладываться, потому что, ну, сейчас наловят вот этих героев в ударную тройку. Появится мета с миньонами, да, и эти ударные тройки перестанут работать. Ну, и в следующий призыв здесь уже будут герои не для ударной тройки, например, а какая-нибудь Лоиза, Гримбл, да, которые на тот момент будут актуальны. Ну, и придется заново, короче, все вылавливать и заново перекачивать, да, под новые, скажем, реалии. Так что, ребят, герои, помимо рекомендованных, ну, тут остальные герои, они старые, они вообще не нужны. Ну, если были бы какие-то интересные, типа Ниндзи, да, Рубин и так далее, которые такие, которые сейчас будут играть, то можно было здесь призывать. А так, из-за цены, да, этого призыва, из-за того, что кроме рекомендованных остальные не очень герои. В общем, смысла нету призывать. Ну, давайте покрутим, ну, и попробуем кого-нибудь поймать. Полетели. И давайте первый призыв вот прям с нее и начнем. Так, синий, давай. Четверка, ладно. Четверка, это хорошо, давайте дальше с нее. Так, желтый. Нет, тройка регулярная. Давайте с него попробуем. Так, фиолетовый и... Нет, опять тройка. Они могли бы, конечно, еще оставить прошлых героев, которые были, вот эти два новых с охотников. Ну, почему-то они их убрали. Так, опять что-то с интернетом. Так, синий и... Четверка. Ну-ка, давайте дальше с нее. Желтый. Блин, опять она. Давайте сюда прокрутим. Хотя туда крутить смысла нету там. Ничего такого нету. Интересно. Так, зеленый. Блин. Почему не Эвелин? Так, красный. Ну, понятно. Так, зеленый, давай. Опять зеленый. Понятно. Так, где тут я говорю? Синий и... Тройки оставили. Даже новых троек надобавили. Там еще тройка и четверка вроде новые. На бете были. Так, красный. Ну, понятно. Так, продолжаем. Давайте вот с него попробуем. Красный и кто-то... Ну, окей. Ну, он уже есть. Так, синий. Ну, давай. Пятерку какую-нибудь хотя бы. Опять синий. Ну, короче, походу весь x28. Вот такой вот будет. Так, фиолетовый. Тройка регулярная. Так, давайте сюда. Да ладно, прокрутим. Красный. Понятно. Ну, смотрите, вообще никого нет. Кого бы хотелось поймать, я имею в виду. Так, желтый и... Тройка. Так, еще один за монеты призыв. Опять желтый. Блядь, да, как так-то? И давайте x10. Давайте вот с нее. Так, красный. Тройка. Опять тройка. Угу. Так, две четверки. Пятерки-то будут. Ну, четверок много, от них толку-то. О, ну ладно, хоть так. О, да ну нафиг. Ну, она у меня есть, блядь. Почему не Эвелин? Блядь. Ну, в принципе... Вот именно два героя, вот которых были. Но лучше Фрида, чем вот этот Король Артур. Ну, в принципе, неплохо. Но без Эвелина. Давайте откроем сундуки. Так, понятно. Ну, тут все без изменений, в общем. Понятно. Ну что, ребята, вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы вы подали нормальные герои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока. Продолжение следует...